Всем привет! Меня зовут Ирина. Баттл. Какая тушь победит? Джордани с пушистой кисточкой или Джордани с силиконовой кисточкой? Я ищусь с силиконовой кисточкой. Многие в Арифлэм знают любимку 5 в 1. Фуксовая версия. Мне нравится эта щёточка. Не так сильно колет, когда вы прокрашиваете реснички. Старайтесь захватить от самого основания. У меня достаточно хорошие реснички, поэтому я их не подкручиваю щипчиками. Для лучшего эффекта, конечно же, реснички, когда вы делаете вечерний макияж, лучше подкрутить. Вторая тушь – это вот такая вот с пушистой щёточкой. Я сразу скажу, что это мой must-have. Это моя самая любимая тушь. Я решила просто вам показать сравнение одной и второй щёточки, чтобы вы посмотрели, какой будет эффект. Мне нравится тем, что тушь прокрашивает каждую ресничку. Она не слепляет реснички, делает взгляд открытым. Но я обязательно прокрашиваю нижние реснички. На мой взгляд, эта тушь более слепляет реснички. И если вы сделали макияж, то нужно прям быстренько-быстренько ещё раз пробежаться, чтобы тушь не высохла. Значит, как вот такие вот колючечки получаются у вас. Когда вы повторно наносите слой туши с этой щёточкой, то ваши реснички мягенькие, они эластичные, они прокрашиваются. Никаких палок нету торчащих. То есть вот здесь вот как более... Ну, это мне, наверное, больше виднее. Поэтому я выбираю всегда только эту тушь. Точнее как, у меня две любимые туши. Если вы смотрите мои обзоры, вы наверняка знаете, что это за тушь. Как я её сделала два в одну. Таким образом, если делать батл двух тушей от Giordani Gold, победила, конечно же, тушь с пушистой щёточкой. Почему тушь именно с пушистой щёточкой? Потому что она прокрашивает реснички. Раз. Здесь они более как становятся палочками. Эти реснички более гибкие. Они невесомые. Здесь, мне кажется, реснички более упругие. Это моё мнение. Пожалуйста, протестируйте. Если у вас есть две туши, протестируйте ваши две. И сравните, скажите, какая тушь вам больше нравится. Но, опять же таки, это по ощущениям... Это только моё сугубо мнение. Жду от вас комментарии, лайки.